Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня я особо счастлив, потому что я могу вас всех пригласить в свой дом, в мой любимый театр Геликон-Опера на премьеру оперы Петра Ильича Чайковского, Евгения Онегин, в постановке Константин Сергеевича Станиславского. Этот спектакль был создан Константином Сергеевичем Станиславским в 1922 году. И в 1924 году уже этот спектакль шел как репертуарный спектакль здесь, на Леонтьевском переулке, буквально рядом, в доме, который был передан под оперную студию. И эту квартиру передал ему Луначарский, который был тогда министром культуры. И Луначарский хотел сделать менее болезненным этот переезд из своего собственного дома, Великого Станиславского, у которого был дом этот отобран, и подыскал ему адрес на Леонтьевском переулке. Потому что напротив этого дома находился дом дяди Константин Сергеевича Алексеева, его дядя, который был генерал-губернатор Москвы, который сделал очень много для Москвы. Кстати, за него голосовал Петр Ильич Чайковский когда-то. И приезжал в Москву специально участвовать и писал письма в поддержку. Потому что он сделал действительно очень много, он провел водопровод, канализацию в Москву. И вот его дом находился напротив, и в этом доме проводил Константин Сергеевич. А в начале Тверской улицы был другой дом, где жила невеста Константин Сергеевича. Поэтому эта зона, эта улица была особой для Константина Сергеевича. И Луначарский именно поэтому подыскал ему адрес здесь. И вот в этом доме как раз Станиславский, войдя в этот зал, решил поставить свой первый оперный спектакль, оперу Чайковской Евгения Онегин. Он посмотрел на этот античный портик с колоннами и подумал, что это было бы замечательным местом, где могли бы развернуться события пушкинской истории. И только менялись какие-то элементы декораций, какие-то стеночки ставились. То это был дом Лариной, то эти колонны закрывались какими-то конструкциями, которые олицетворяли кору деревьев на той самой зимней опушке леса, где проходила дуэль Ленского и Онегина. То эта комната превращалась в петербургский особняк, где проходил бал, на котором встречалась Татьяна со своим Онегиным любимым. И вот мы решили возобновить этот спектакль, хотя этот спектакль долгие годы шел на сцене театра Станиславского Немировича Данченко после соединения двух студий, студии Немировича и студии Станиславского. Это было очень болезненное соединение в свое время, и возник этот театр. И я даже знаю очень многих артистов, застал их, которые рассказывали мне, как они не здоровались между собой, потому что это были совершенно две разные театральные религии. И вот этот спектакль возник уже как спектакль в театре, и он шел огромное количество лет. Буквально 15 лет назад еще этот спектакль шел на сцене театра Станиславского. И у меня всегда была такая ностальгическая тяга возобновить этот спектакль, потому что я вырос на этом спектакле, я приходил в этот театр еще будучи школьником. И вот наконец-то это сделано вместе с моей однокурсницей, моей коллегой Галиной Тимаковой. Мы подробно провели работу по восстановлению этого спектакля, пользуясь мемуарами, пользуясь экспликациями, которые опубликованы. Вообще этот спектакль замечательно описан. И плюс мы еще нашли замечательные материалы, на основе которых мы пытались найти тот самый оригинальный вариант. В частности, я вам хочу показать фотографию 24-го года. Вот здесь даже подписано, что это 24-й год. Фотография Бала Уларина. Именно в Леонтьевском переулке, как раз в этом портике. И мы можем удивиться, потому что все персонажи не в исторических пушкинских костюмах, они все в современных костюмах времени Станиславского. Кстати, среди студийцев был и Сергей Яковлевич Лемешев, с которым Станиславский и делал того самого знаменитого Ленского. И таких фотографий оказалось очень много. Мне в руки попал уникальный архив брата Константин Сергеевича, Владимира Сергеевича Алексеева, его родного брата, который был вторым режиссером в оперной студии и режиссером оперы «Земина». И в этом архиве мы обнаружили стекла полностью переснятого спектакля «Евгений Онегин». Буквально посекундно был отснят этот спектакль, и вот эти уникальные стекла нам позволили восстановить этот спектакль более подробно. А вот здесь у меня еще лежат гвоздики. Эти удивительные гвоздики – это как раз те гвозди, которыми студийцы сами монтировали декорации в том самом Онегинском зале. И вот когда снимали доски, когда шла реставрация этого особняка, и менялись гнилые доски, то вот эти гвозди как раз и попали из этих гнилых досок к нам, и они хранятся в музее нашего театра, эти уникальные гвозди. Мне хочется сказать, что в этом спектакле очень важно, чтобы участвовали именно молодые. Так хотел и Петр Ильич Чайковский. Он говорил, что эта опера написана совсем для молодых, для студентов, для людей, которые еще не имеют огромного опыта, потому что ему важно было увидеть страсти не фараонов, как он сам писал, о настоящих живых людей. И поэтому принципиально было, чтобы артисты были совсем молодыми людьми. Я вас приглашаю в зал. Оркестр театра «Геликон-Опера» и наш хоровой замечательный коллектив театра, и дирижер, молодой маэстро, талантливый очень, Валерий Кирьянов. «Геликон-Опера» 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Симон. Симон. Одно Субтитры подогнал, Симон. 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 Ну, заболталась я, пора уж моя, Рано тебя я разбужу к обедни, Засни скорей. Субтитры подогнал «Симон» Не спится, няня. Здесь так душно, открой окно, И сядь ко мне. Что, Таня, что с тобой? Нескучно поговорим о старине. О чем же, Таня, все бывало? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так как же ты венчалась, няня? Так видно, Бог верил, мой Ваня, Моложе был меня, мой свет, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Ах, няня, сделай одолженье, И злой, родная, прикажи, Не думай, браво, подозритие, Ах, не откажи, мой друг, Вот Бог тебе порукал. И так пошли тихонько внука В записки этой кла, К тому соседу довели ему, Чтоб он не говорил ни слова, Чтоб он, чтоб он не называл меня. Кому же, милая моя, Я нынче стала бестолкова, Кругом соседи много есть, Куда мне их и перечить. Кому же, кому же, Ты толком говори, Как недогадлива ты, няня, Сердечный друг уж я стара, Стара, тупеет разум Таня, О ком бывало я во страх, Бывало, 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 ни слова, О орсках няне, Няня, няня, До того ли, Что нужны мне в твоем уме, Ты видишь, няня, Делал по письме, Куда няня, Делал, Что верю, Няня, Няня, Каникину, Дihu, Дякую, Коней помелось письмом, коней, И с души, и с дубья. Но что ж ты снова побледнела? Так, няня, право, ничего. Пошли же внука своего. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ах, Ольга! Грустоки вы со мной, что сделал я? Не понимаю, в чем виновата я. Все посезы, все вальсы санейны. Вы танцевали, я приглашал вас, но был отвергнут. Владимир, это странно, из пустяков ты сердишься. Как из-за пустяков уже не равнодушно я видеть мог? Когда смеялась ты, кокетничая сни, к тебе он наклонялся. Я руку жал тебе, я видел все. Все это пустяки и бред. Ревнуешь ты, ну просто, мы там болтались с ним. Он очень мил. Ох, Ольга, ты меня не любишь. Какой ты странный, ты меня не любишь. Котельон, со мной танцуешь ты. Нет, со мной неправда, злого вы мне дали. Издержу я слово, вот вам наказание, за ревность вашу. Горно. Ни за что. Глядите-ка, все парышни идут сюда сдрикет. Он. Француз живет у Харликова. 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 Медаме, я буду начинать, но ж у тебя мне не мешает. Какой прекрасный этот день, когда в сей деревенский сень просыпался, белка тиранна. Ними приехали сюда, девиже и даме и господа, просмотреться, посыпай она. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пошелся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А кого не ожидал признания таком? За что ты дуешься? Я дуюсь, о, немало! Любуюсь я, как слов своих игрой И светской болтовней Ты кружишь головы И девочек смущаешь Покой душевный Видно для тебя Одно это дьяны мало И из любви ко мне Ты не верно Хочешь шоку погубить Смучить ее покой А там смеяться над ней уже Ах, как честно это! Что? Да ты с ума зашел! Прекрасно! Меня же ты оскорбляешь И меня же ты зовешь Помешаным 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 Вы больше мне не друг Быть близким с вами Я не желаю на душе, я презираю вас. Тут неожиданный сюрприз, слушаю, Сила без него видит веру, И не пошло ни в шутку дело. Послушай, Ленский, ты не прав, ты не прав. Довольно нам привлекать внимание нашей ссорой, Я не смутил еще ничей покой, И признаюсь, желанья не имею его смущать. Тогда зачем же ты ей руку жал, Шептал ей что-то, раз в небо сметал сама, Что, что ты говорил ей? Послушай, это глупо, нас окружают. Что за дело мне, я вами оскорблю, И сатисфальти я требую. Что делось? Расскажите, расскажите, что случилось? Просто я требую, чтобы господин Онегин мне объяснил свои поступки. Он не желает этого, И я прошу его принять мой вызов. О, Боже, в вашем доме, На свете пощадите. В вашем доме, В вашем доме, Как сны золотые, Мои детские годы текли, В вашем доме вкусил я впервые Радость чистой и светлой любви. Но сегодня узнал я другое, В едине своей душой я недоволь. Я призведал, что жизнь не роман. Под этой страстью, Есть лишь звук, Дружба, слава. Я желаю я слишком поздно, Мне вредно. Всем сердцем я удастся. Я лишнего глазах, Я должен я дать И показать Всем сердцем я удастся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прощает... 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 КОНЕЦ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Приходь Блеснется утро ученицы И заиграет яркий день Как, может, я гробницы сойду в таинственную землю? И память на факуэта поглотит медленное лето, Забудет мир меня, но ты, ты, Ольга... Скажи, придешь ли дева красоты Слезу пролить над ранней урной И думать, он меня любил Он мне единой посвятил Рассвет печальной жизни бурной Ах, Ольга, я тебя любил Тебе единой посвятил Рассвет печальной жизни бурной Ах, Ольга, я тебя любил Сердечный друг, желанный друг, приди, приди Желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди... Я жду тебя, желанный друг, приди, приди, я твой супруг, приди, приди, я твой супруг... Золотые дни Золотые дни Моя Весны Золотые дни Золотые дни А вот они Но с кем же ваш приятель не разберут Прошу вас извинения Золотые дни Попоздал немного, позвольте Где ж ваш секундант В эллих классик я петант Люблю методу я и чувство И человека По этому стянуть позволю я Никак не будь, но в строгих правилах искусства По всем преданиям старины Что похвалить мы вас должны Мой секундант Вот он, месье Гильо Я не предвижу возражение На представление мое Он, человеком неизвестным Но уж, конечно, малый честный Что ж начинать Начнем, пожалуй Враги 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 Давно ли друг оброли Нас жажда кровь Нас жажда кровь Отвела Давно ли мы Начнули мы часы До суда Капезу И мысли Мысли дела Держно Нужно Ныне злобно Врагам наследственным подобно Мы ж друг для друга втише А нам Готовим Кимель Гладнокровно Ах! Не засмеяться ли нам Пока мне обогрылась рука Не разойтись ли Полюбовно Нет 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 Нет. Продолжение следует... 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 Итак, пойдем, тебя представлю я. Мой друг, позволь тебе представить роднюю друга моего, Монегрина. Я очень рада, встречались прежде с вами мы. В деревне, да, давно. Откуда, уж не из наших ли сторон? О, нет, из стальных странствий я возвратился. И давно. Сегодня. Друг мой, стала я. Уже ли та самая, Татьяна, Которая я и не в твой далекой стороне, Благом пилу нравоученья, И читал, когда она оставляла, Тать девочкам, которой я пренебрегал свиренной доли. Уже ли то она была, так равнодушна, Как смыла, то что злой, Некой по сне, Что швелилась в глубине души, Паратной или другой, А самая, суетность, Или вновь, завода юности, Любовь. Увы, сомнения нет, Углён я, Люблён как мальчик, Омой страсти юной, Пускай погибну я, но прежне, За восслабительной надежне. Кушу волшебные души вани, Упьюсь незабыточной мечтой, Везде, везде передо мной, Огрожанный, дорогой, Везде, везде он предо мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 О, как мне тяжело Опять Сенегин встал на пути моем, Как призрак бескощенный. Амуром огненным не дружу возбудил. Амуром огненным не дружу возбудил. Как будто снова девочкой я стала, Как будто с ним меня ничто не разрушало. Амуром огненным не дружу возбудил. Конегин помнитель тот час, Когда в саду валяи на судьбе звена. И так смиренный урок Аж выслушала я. О, жальтесь, жальтесь надо мною, я так ошибся, я так наказан. Я, Негин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас, но что же, что в вашем сердце я нашла? Какой ответ, одну суровость, неправда ли вам была не новость, смиренной девочке любовь, и нынче боже стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный. И эту исповедь, но вас я не виню, в тот страшный час вы поступили в оборону. Вы были правы предо мной, тогда не правда ли пустыне, Я дали от суетной волны, я вам не нравилась, что жными меня преследуете ли? Зачем у вас я на примете, не потому, что в высшем свете, Теперь являться я должна, что я богата и знакома, Что муж сегодня безумечен, что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы в себе был заметен, И он бы в обществе принесть вам соблазнительную часть. О, Боже, уже в мольбе моей смиренной увидите ваш холодный взор, И злодея и хитрости презренной, И не терзает ваши горь, твой барху с угами, И ужасно томится жажда любви, Черпеть и разном сейчас на свой полгене в крови, Желать огнять вас в колени, и за рядов у ваших ног, Изветь больбы признанья пели, За все, что выразить бы мог. Я плачу. Плачьте эти слезы, Дороже всех сокровищ мира. ПЛАВ�НЫЙ СПОНОЕ В СЕЛОУЩИ middle. Пiorыш brickwain Песня была, Так возможно, Жознь Enfin Плот Ах, счастье на степле, как возможно, Так близко, так близко, близко, но судьба моя уже решена, И безвозвратно я вышла замуж, вы должны, я спрошу меня оставить. Оставить, оставить, как вас оставить? Нет, нет. Я веду наведить вас, повсюду следовать за вами. Булый вкус, движение взгляд, ловить влюбленными глазами, Вливать вам долго, поливать душой все ваше совершенство, Пред вами страстных мухах умирать. Блин, некий ясно, вот блаженство, вот одна мечта моя. Одно блаженство. Онегин, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я не могу оставить вас. Я не вынужден, я вас прошу, меня оставить. Оставить. Зачем скрывать, зачем лукавить? Ах, я вас люблю. Зачем скрывать. Ослышу я, какое слово ты сказала, Радость жизненная ты прежнею под ягость стала. Нет, нет, прошлого не поратить, я дана теперь другому, моя судьба уж решена, я буду верна. О, не гони меня, ты любишь, и не оставлю я тебя, ты жизнь свою добра созубишь, о, воля неба, ты моя, вся жизнь твоя была залогом соединения со мной, знай, имей апостон Богом, да гроба я хранитель твой. Не можешь ты меня отринуть, ты для меня должна покинуть, остелый дом и шумный свет, нет, другой дороги нет. Не можешь ты меня отринуть, остелый дом и шумный, будешь жить, и не раскладусь, ты для меня должна покинуть, остелый дом и шумный свет, тебе другой, а логи нет. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ